Утро 22 марта. На автовокзалах Одессы еще пусто. Автобусы не подъехали к платформам, хотя небольшие группы желающих уехать из города есть в первый же день введения второго этапа ослабления карантина. Некоторые одесситы и жители области в целом, узнав о новом этапе смягчения карантина с 22 мая, пришли на автостанции, но были разочарованы. Зеленый свет и автобусом маршрутным такси на передвижениях в пределах одного региона еще не дали. Совещание, по результатам которого автобусам разрешили внутриобластные перевозки после двухмесячного простоя состоялось в обл. администрации после обеда. О разрешении и рекомендациях Кабмина журналистам сообщил губернатор. На очереди запуск пригородных электричек и междугородних автобусов. Тривая работа щодо поновлення залезничного сполучения в середине нашего региона. Если протягом тижня будут проведены все необходимые работы и будет позволять эпидемиологическая ситуация, то залезничное сполучение будет открыто с 1 червня. Поновленное транспортное сполучение будет возможным лишь за сувором использованием использования засобов индивидуального защиты и дезинфикующих засобов на транспорте. Автостанции-перевозчики готовы работать в условиях тяжелой эпидситуации. Работники в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты. В течение дня проводится тщательная уборка территории предприятий. При входе в автостанцию размещена соответствующая информация о коронавирусе, о том, что без масок в помещение автостанции входить запрещено. Внутри автостанции, возле КАЗ, сделана разметка для того, чтобы пассажиры додерживались социальной дистанции, в полтора метра, которые рекомендованы МОЗ. У нас размещены антисептические средства. Планируется, что автостанции будут продавать столько билетов, сколько мест в автобусе. Первая задача перевозчиков – вернуть пассажиров, которые последние два месяца пользовались услугами нелегальных маршруток. С 10-местными микроавтобусами, а точнее с их владельцами и водителями, никто особо не боролся. С одной стороны, они выполняли общественно полезное дело. Люди из сел хоть как-то могли добраться в областной центр на работу. С другой стороны, нелегалам переплачивали в 2-3 раза. По сути, они ничем не отличались от тех, кто зарабатывал во время эпидемии на продаже медицинских масок. После карантина серые маршрутчики, скорее всего, снизят стоимость приезда, но с рынка уходить не планируют. Виталий Хемий, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Продолжение следует... Продолжение следует...